Сегодня в цветочных магазинах царит ажиотаж. Родители покупают букеты для учителей. Правда, в последнее время все чаще звучат предложения дарить по одному букету от класса, а не от каждого ученика. На что и на кого удается направить сэкономленные деньги, расскажет Андрей Сапегин. Первоклашки за ручки с мамами старшеклассники берут для первой учительницы и классной. Перед третьим-первым сентября на цветочном рынке не протолкнуться. Учителю. Учителю? А учителя как зовут? Надежда Николаевна. Знакомый каждому цветочный рынок, такой есть в любом городе, чего здесь только нет. За полторы тысячи с ягодами гипирикума, за две двести с брасикой и самый дорогой в ассортименте за три с половиной с пиона видной розой. Но учитывая, что они могут делать букеты и под заказ, ценовой максимум не ограничен. Львиная доля цены в букете – импорт. Отечественного производителя еще поискать. Из Голландии, из Киени, из Эквадора. Рядом розы, не миллион и не все алые, но ассортимент впечатляет. Самый большой букет, который вы у вас купили? Сегодня? Сегодня. 101 роза. 9 тысяч со скидкой. Мы готовились, покупали учебники, тетради. А сегодня мы покупаем самые приятные – это цветы. К примеру, в Подмосковье в школу в этом году пойдут почти 900 тысяч учеников. Если каждому родителю купят букет по 500 рублей, потратят 450 миллионов. Есть люди, которые предлагают переводить деньги, предназначенные на букеты, неизлечимо больным детям. Здесь первый этаж, здесь палата, где будут находиться дети, рядом с ними их родители. Обратите внимание, что коридор широкий для того, чтобы дети могли на электрических колясках гонять. Софья Харькова показывает детский хоспис «Дом с маяком», который возводит за счет благотворительных средств. Уютные комнаты, бассейн. Мы, безусловно, не можем и не хотим никого заставлять и говорить, что откажитесь от букетов, помогите нам. Нет, конечно. Это акция, которая должна исходить от самого человека. Очень часто эта инициатива исходит от самих учителей. Фонд «Дом с маяком» помогает полутысячи неизлечимо больных детей. Один из них – Витя Якушко. У мальчика спинально-мышечная атрофия, заболевание генетическое и прогрессирующее. Месяц от месяца слабеют мышцы и ничего не сделать. Все маски, какие-то трубки, фильтры – все это затратно. Питание, там, одна баночка питания, которое он выпивает за раз, стоит 120 рублей. Ему надо четыре в день таких. Витя любит шахматы и мечтает стать инженером. И 3 сентября ему тоже в школу, в специальную. Большой букет «Любимая учительница» – это отличный подарок, это приятно и красиво. Но почему бы не приобрести что-нибудь попроще или большое, но от всего класса, а разницу отдать в благотворительный фонд? Впрочем, это вопрос не риторический. Андрей Сапегин, Антон Мещеряков и Дмитрий Петровский. Вести. Продолжение следует.